Привет, с вами Дизер и возвращаются старые добрые обзоры, но не на этот телефон, а на вот этот iPhone 5, еще на iOS 9.3. Сейчас даже зайдем, посмотрим, что за версия операционной системы здесь стоит. Здесь стоит 9.3.5, ребят. И сегодня хороший день для всех. Сегодня вышла iOS 10 официально, то есть не Golden Master, а релиз для всех. Смотрим, что самыми главными нововведениями ответили в Apple. В сообщениях можно выражать самыми себя новыми способами и открывать любимые программы прямо из разговора. В серии теперь работы с программами из App Store поддержат отправку сообщений, телефонные звонки и многое другое. Бла-бла про карты. В полностью обновленной программе фото, функции интеллектуального поиска позволяет легче найти людей, места и многое другое. А новые удивительные возможности помогут освежить воспоминания. Новая программа DOM дает возможность легко и безопасно отправлять домашними приборами из единого центра. Так, совершенно новый интерфейс Apple Music, это мы посмотрим. В полностью обновленном интерфейсе Apple News добавлен жирный шрифт, обновленный экран блокировки и более полная интеграция 3D Touch в iPhone 5. Это, кстати, iPhone 5, да, ребят? Это не 5s, это пятерка, заодно на ней посмотрим, как работает iOS 10. В QuickType добавили новые смайлики поддержка ввода, предлагаемые мероприятия и контактные данные добавляются в программе на основе информации, найденной в почте. Смотрим подробнее, и здесь полный список нововведений. Ну, естественно, вы сами все это можете прочитать, а мы нажимаем кнопочку «Загрузить и установить». И ждем, посмотрим, кстати, как iOS 10 работает на iPhone 5, и мы будем в числе первых людей, которые увидят это, и я, ну, надеюсь, видео покажу вам, и вы поймете, есть ли смысл вообще устанавливать на iPhone 5 iOS 10 или нет. Но я так думаю, что Apple, естественно, намекнет, что, ребята, iPhone 7 там как бы вышел, поэтому ваш iPhone старый начинает лагать, глючить и тормозить. Пока она загружается, мы подождем, продолжим буквально через несколько секунд. Пока писал начало этого видео, уже прочитал в Твиттере и во многих социальных сетях о том, что люди сталкиваются с проблемой, что после обновления по Wi-Fi телефон повисает на шнурке к iTunes, и все. Все, именно поэтому создаю копию, именно поэтому подключил кабель, и сейчас буду создавать копию в iTunes. Ребят, если кто-то еще не обновился, то подождите и обязательно сделать резервную копию, только потом обновляйтесь, дабы вы исключили варианты того, что у вас нечего восстанавливать, то есть нет копий на 9, 3, 5. Кстати, многие уже пишут, что не обновляйте старичков, потому что Apple-овские тролли, как обычно, кидают свои хитрые уловки. Но мы посмотрим, что будет, да как, именно поэтому продолжаем качать обновление по Wi-Fi, которое качается, пишет, что осталось 9 минут примерно, хотя до этого писала 8 часов, фоткаю с Инстаграме. В общем, ждем и надеемся на лучшее. Это же Apple. И, кстати, тем временем прилетело обновление для Windows-версии iTunes 12.5.1 для улучшения совместимости с iOS 10. Итак, в общем, резервная копия на компьютере в iTunes создается, резервная копия в iCloud создается. С вами мы посмотрим, как у нас будет устанавливаться обновление с косяками или без. Остались считанные секунды, обновление уже загружено, ждем обновления, точнее ждем, пока закончится копирование в iCloud и в iTunes. Кстати, обновление на Windows прилетело, я уже говорил. И посмотрим, что из себя представляет iOS 10. Эх, ну Apple красавцы хотя бы в этом. Прямо сейчас пришло уведомление о том, что Apple знает о проблеме того, что некоторые айфоны брикаются, и они уже решили это. Именно поэтому обновление должно будет пройти сейчас успешно, так как, ну, Twitter тому подтверждение. Так что погнали обновлять. Копия в iTunes создана. Ну что, iOS 10, мы помним тебя, точнее iOS 9, мы помним тебя такой какой-то была, 9.3.5. Вроде, в принципе, быстро все работает, но iOS 10, поехали, посмотрим, как она себя покажет на айфоне пятом. И тут, ребята, у нас что-то странно, айфон 5 ушел глубоко в себя. Пипец. Очень долго он обновлялся, обновлялся, обновлялся и в итоге просто потерялся. Очень странно. В общем, пока телефон загружается, давайте расскажу. Обновления доступны для айфонов, начиная с айфон 5, и айпадов, начиная с айпад мини 2 и айпад четвертого поколения, а также для айпод тач шестого поколения. И все. Предыдущие модели Apple не поддерживает, и iOS 10 на них увидеть, увы, не получится. Но вполне возможно, что для 9.3.5, насколько я помню, последняя версия iOS, на нее выпустят Jailbreak, и iPhone 4s может зажить новой жизнью для джейла дрочеров. Ну а теперь мы ждем, пока загрузятся финальные шаги обновления. И я уже прочитал, что многие пишут, что iPhone 5 прямо ожил на iOS 10. Сейчас загрузим и посмотрим на то, как работает это устройство. Нам нововведения, фишки не нужны, для этого есть другие кучи видео в сети. Мы посмотрим с вами именно на производительность, ну и в принципе на внешний вид iOS 10, если потому что я ее не ставил ни одну бету, не видел. Ох, в общем, интересно самому. Главное дождаться. Фух, ребят, ну что, погнали смотреть на нововведения по сравнению с iOS 9. Вау. Слушайте, мне прям заметны отличия. Сюда бах, и у нас включается камера. Сюда бах, и здесь у нас уведомления. Новости, пункты, мегафон, гейсметио. То есть, в общем, судя по всему, все виджеты, которые были включены, все это теперь включено здесь справа. А как вернуться назад? Он опять зашел в камеру. Ладно. Подожди, а как разблокировать-то? Эй. То есть, свайпа нету? Это я сейчас не понял. Это что было? Нажал кнопку. Делаешь свайпы или... Или еще раз нажимаешь кнопку, и телефон разблокируется. Звук блокировки. Давайте послушаем. То есть, это пипец как странно. Звук разблокировки, кстати, тоже присутствует. Смотрите. Слушайте, только что был. Теперь нету. Интересно. Интересно. Для того, чтобы был прям отличный эффект, я сейчас сделаю так. Я поставлю стоковые обои, которые у нас есть. Ставим на заставку оба экрана. Пока что видно, что система не сильно быстро работает, но, в принципе, очень даже... Такое уже бывало. Появилось новое приложение Дом. Такое у нас уже бывало. Так, дальше. Что меня интересует? Меня интересует погода. не реагирует он на совсем легкие нажатия. Пока открывается погода, запускаем пункт управления. Да, дальше. Выключаем Bluetooth. Вот такой стал теперь пункт управления. Погода вообще не поменялась. То есть, как все выглядело, так и выглядит. Конечно, лагает. Но это, в принципе, я думаю, первая загрузка. По-моему, немножко изменили анимацию. Да, анимацию немножко поменяли. То есть, мы видим, как это все уходит красиво в оконке. Смотрим App Store. Очень долгая загрузка App Store. Немножко поменялись категории. Мы тут увидели только что. Так, iOS 10. Новая эра для приложений. Давайте посмотрим еще раз Mario. Поддерживается она на этом iPhone. Теперь нет. Сейчас бах и напишет нет. Мы сообщим, когда эта Super Mario игра станет доступна. Ага, то есть, все было. Проблема в том, что iOS 10 у нас не было установлено. Обновлений никаких нет. Теперь вот такое вот меню. Список желаний. Покупки. Тут ничего не поменялось. Поиск. Топ-чарты. Это будет такой мини-кратенький обзор на iOS 10. Опять же, с вайпом нельзя переключиться. Но почему в Apple? Ну, блин, ну серьезно. Ладно. С App Store понятно. Что меня интересует еще? Меня интересуют часы. Поменялись ли часы? Да. Здесь у нас теперь темное оформление. Мировые часы. Будильник. Режим сна. Отбой и побудка в одно и то же время. Основа здорового сна. Режим сна поможет на несколько простых вопросов, чтобы наставить повторяющийся сигнал от побудки. Это мы с вами пока пропустим. Поехали смотреть настройки. Что у нас поменялось на стойках? Основных у нас, значит, изменилось то, что Siri у нас теперь выделена такими полосами. Заходим в Siri. Очень долго заходит. На заблокированном экране. Завершить доступ к Siri, когда экран заблокирован. Поддержка ПО. Здесь у нас будут появляться программы, которые находятся в App Store, которые имеют поддержку Siri. Это, в принципе, очень интересно. Но давайте, собственно, пока далеко не ушли, поговорим с Siri. Привет, Siri. Давно не виделись. Я не совсем понимаю. Вот видите. Совет. Если вам любопытно, что я могу делать, просто спросите, что я могу спрашивать. Или скажите, справка. Или нужна помощь. Да, действительно. Привет, Siri. Добрый вечер, Дженна. Как ты себя чувствуешь? Мы сейчас говорим о вас, не обо мне. То есть, видите, прокрутка не срабатывает. Ну, блин, не знаю. Код-пароль. Это код блокировки. Заряд в процентах. Режим энергосбережения. Естественно, статистика сбита. Дальше. В обоих мы все видели. В звуках. Поехали. Звуки смотрим. Здесь все как и было. А основные настройки. Смотрим. Поиск Spotlight. Hand of CarPlay. Поиск Spotlight у нас. Приложение в припоиске. Предложение в найти. Hand of. Это, в принципе, вам всем понятно. Обновление Пову. Давайте прям посмотрим. 1, 0, 1. 10. Точнее. Ну, а 10. 10, 0, 1. Но это, конечно, очень интересно. А билд, значит, 14А403. Ну, для тех, кому это важно. Клавиатура. Дата, время, язык. То есть, немножко здесь появились как-то разбивки. Так, смотрим, 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 смотрим. Тут у нас дальше пошли приложения. То есть, в принципе, ничего не поменялось. Поехали посмотрим фотографии. Что у нас изменилось в фотографиях? То есть, так выглядят альбомы. Фотопоток. И общая подборка. То есть, в принципе, ничего не поменялось. Окей, хорошо. Значит, смотрим левый экран. Здесь у нас появилось теперь вот такое, как бы, подменю, где есть все уведомления, виджеты и так далее. То есть, все, вот это вот мы можем включать. Видите, какие лаги, да? В общем, да, очень уж интересно. Так, возвращаемся назад. Смотрим. Уведомления недавние. Обновлены такие-то программы. Очистить. Супер. Теперь идем сюда. И здесь у нас то же самое, что и вот в этом меню. Зачем было дублировать? Непонятно. То есть, типа, мало вам уведомлений. Вы хотите посмотреть их здесь. Вы можете посмотреть их тут. Это странный ход на самом деле. Но да ладно. Он пусть останется на совести Apple. Новые функции календаря. Да. Нам это все очень важно. Дальше смотрим. Карты я вам не буду показывать. Заметки. Калькулятор напоминания программы Apple. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть за программа Apple. Тут все стандартные программы. То есть, ну, типичная сортировка. Поехали посмотрим сообщения. У нас здесь есть некоторые сообщения. И мы видим, что немножко поменялся интерфейс. И да, я достал курицу из холодильника. То есть, мы можем отправить фото. Мы можем отправить пульс, я так понимаю, да? Или мы можем что-то нарисовать. И можем отправить. Но она отправится, как обычно, смс-ка. Это не очень хорошо. Поменялись звуки клавиатуры. Слушайте. Слушайте. То есть, вот такие звуки клавиатуры. Нажимаем на пробел. Вот так вот стираются сообщения. Вот такие вот звуки клавиатуры. Все основные фишки мы можем, естественно, с вами посмотреть. Это только в iMessage. Поэтому, собственно, вот так вот. Больше я вам не знаю, что показать. Экранная яркость. Здесь все как было, так и осталось. Обои. Интересно, кстати. Мы с вами не посмотрели, есть ли динамичные обои. Да, хрена. Нету. iOS 10. Глобальное обновление и нету динамичных обоев. Ну, Apple, ну вообще позор уже как бы. В общем, вот такое вот iOS 10. Я вам скажу так, что вот сейчас, после того, как я посмотрел, как работает телефон на этой операционной системе, мы можем с вами попробовать запустить еще стандартное приложение. Камера. Ну, в принципе, достаточно быстро. Видео. Интервал. Фото. Уведомления. Бах. Открылись. Бах. Виджеты. Поехали. Окей. Хорошо. App Store. Загружает в топ-чарты. Окей. Ладно. Хорошо. Что еще часто мы пользуемся? Safari. Здесь у нас всякая реклама погнала. Очень много вкладок. То есть, в принципе, нормально работает, не сильно подлагивает. Почта, не знаю, часы и фото. Так что, ребят, не знаю, iOS 10, вы сами видите, как она работает на iPhone 5. Я скажу так, что подтормаживает она, чем iOS 935 на том же iPhone 5. Поэтому, ну, не знаю, не знаю, как-то спорно, обновляться или нет, конечно же, решать вам. Ну, а это был вот такой вот мой взгляд на iOS 10 на iPhone 5. Блин, честно сказать, я бы не советовал обновляться. Но так как операционка новая, естественно, вы все обновитесь. Поэтому это, как бы уже, как говорится, выбор за вами. Ну, и если бы я остался на своем iPhone 5s, естественно, я бы тоже обновился на iOS 10. Ну, а с вами был Deezer. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Если вы хотите дальше про iOS и прочее-прочее узнавать, подписывайтесь на канал, если хотите вообще не пропустить новые видео. Читайте меня в Twitter, следите за жизнью в Instagram. И вступайте в нашу группу ВКонтакте. До новых встреч. Пока.